Микс Ньюс Добрый день, мы начинаем программу «Разворот». Сегодня введу ее я, Леонна Борисова. Помогает мне звукорежиссер Евгений Копейнов. В гостях у нас сегодня депутат Сейма от Объединения для развития ЗАА, а также глава бюджетно-финансовой комиссии Март Вишбонтер. Здравствуйте. Добрый день. Сразу я вам напомню, телефоны прямого эфира 672 12 939, 672 13 939. Звоните нам, задавайте свои вопросы. Также свои вопросы вы можете нам задавать у нас в чате, в WhatsApp по номеру 206191. Ну, наверное, стоит сориентировать наших слушателей, что в первой части программы мы посвятим сегодня бюджету, принятию бюджета этого года. Год уже давно начался, правительство сформировано, бюджет Латвии еще не принят, но этот процесс уже подошел к финальной стадии, если можно так сказать, и министрам уже удалось договориться о проекте бюджета. То же самое сделал уже и Совет Министров Финансов Европы. Теперь последнее слово осталось за Сеймом. Наверное, стоит пояснить, что Сейм был подан проект 8 марта. Вот вчера стало известно, что бюджетная финансовая комиссия, которую вы возглавляете, она его передала и поддержала к рассмотрению в окончательном чтении. И значит ли это, что 3 апреля бюджетный этот год будет принят? Что вы можете сказать? Я очень надеюсь, что 3 апреля государство будет, скажем, в руках держать свой бюджет 2019 года, потому что бюджет это ничего больше, как финансовый план правительства, и это означает, что очень много людей поймут, как же государство в течение следующих 9 месяцев будет жить. Когда бюджет был передан на рассмотрение в профильную комиссию, вашу комиссию, большинство депутатов, 51 человек проголосовал за передачу бюджета. Это оппозиция в лице, согласие, Союз зеленых крестьян, отдельных депутатов КПВЛВ голосовали против, совались на то, что в бюджет не заложено повышение зарплат учителям. До сих пор это предложение там не заложено. Почему этого пункта нет в бюджете на этот год? Бюджет 2019 года заложено, что на повышение учителям 11 миллионов, свыше 11 миллионов уже там было заложено, когда сдали бюджет на, скажем, на рассмотрение в комиссии. И, конечно, сейчас на втором чтении еще дополнительных свыше 7 миллионов евро будет заложено. Так что я бы своим коллегам сказал, что они волнуются зря. Ну, вы сейчас говорите о 7 миллионах, 5,5 из них. Только вчера прозвучала такая сумма. Наверное, стоит пояснить, что учителя и педагоги требуют дополнительно 9 миллионов евро. После пикета 20 марта нашлись почти 2 миллиона евро. Нашлись полтора, и сейчас еще 5,5 миллиона не нашлись. А фактически, ну, была, ну, те деньги, которые распределяются в бюджете, была найдена возможность всех денег отдать учителям. Никому больше, только учителям. Ну, хорошо, вот эти вот, то есть решение заключалось в том, чтобы перенаправить 5,5 миллионов евро, дивидендов от государственного лото и прибыли Банка Латвии на увеличение зарплат педагогов. Точно так. Ну, мы вчера связывались с главой профсоюза Ингой Иваногой, проинформировали ее об этом, узнали, что она поэтому думает, и она сказала, что это не доказательство. Эти деньги еще могут быть распределены между другими министерствами. Конкретно учителям нужны изменения в правилах кабинета министров. Это еще ни о чем не говорит. И к тому же это не вся сумма, те 9 миллионов, на которые они планируют и рассчитывают. Насчет кабинета министров, там нужно госпожи Иваногой говорить с кабинетом, потому что правительство это немножко иначе, чем парламент. Но я надеюсь, что если там нужны будут изменения в правилах, и я там не вижу больших препятствий в правительстве, и, конечно, правительство хочет, чтобы реальные реформы были в сфере образования, чтобы все наши дети получили хорошее образование. Вы сами неоднократно посещаете школы, о чем рассказываете на своем профиле на Фейсбуке, и видите эти оптимизации, возможно, посещаете региональные маленькие школы. Разве там не проходит реформ? Ну, это проходит ли реформа, не проходит реформа, это не можно увидеть на микроуровне, потому что это можно увидеть, конечно, со стороны Министерства образования. Что было, какие цели, какие идеи, там, я думаю, что ими нужно спрашивать. И пока мы доверяем тем людям, которые приходят и докладывают, но нет повода не верить им, что нужно сделать сокращение школ, где нет учеников и так далее, и так далее. Но, тем не менее, если говорить, продолжая тему зарплат учителей, те полтора миллиона нашлись только после протеста. Вчера учителя объявили о новой забастовке, намечающейся на сентябрь этого года, и на одном из последних, возможно, заседаний, посвященных перенятию бюджета, были найдены еще 5,5 миллионов евро. То есть, все как будто из-под палки. То есть, эти деньги изначально не закладываются в бюджет и не вносятся на первых предложениях, а все только после. Я как-то всегда очень осторожен говорить насчет денег, что деньги находятся, деньги не находятся. У нас не страна чудес, где можно найти каких-то денег. Но то, что происходит, происходит деление денег из других программ на нужды учителей. Ну, хорошо. Вот можете пояснить конкретно эту сумму. То есть, как получилось так, что отыскали эту прибыль в размере 5 миллионов евро государственную лоту, эти деньги еще не были ни на что запланированы, или на что они изначались? Это фактически вчера, только мы получили информацию, что Латвия Слоту и Государственный банк, ну, будет выплачивать больше дивидендов и больше будут выплачивать за использование капитала. И там и получилось 5,5 миллионов, и тех 5,5 миллионов депутаты направили на учительские нужды. Можно еще будет где-нибудь найти или перенаправить, если так выражаться, дополнительно 2 миллиона евро, которых не хватает, до 9, чтобы требования учителей были исполнены. Это всегда вопрос, как будет у нашей экономики. Будет ли наша экономика расти, будет ли все в порядке в Латвии? Ну, вы сейчас сказали о том, что всегда можно деньги перенаправить. Перенаправить, конечно. Это вопрос, от кого перенаправить на учительские нужды. Но это вопрос приоритетов. Это вопрос приоритетов, конечно. Учителя у нас в приоритетах? И тоже здравоохранение в приоритетах. И еще много приоритетов. Так что здравоохранение, например, в этом бюджете получило свыше 80 миллионов. И это большие деньги. Это ясно, что для здравоохранения не хватает денег. Даже если мы дали эти 80 свыше миллионов на здравоохранении, это все равно слишком мало. Конечно, это всегда вопрос денег. Скажем так, при рассмотрении бюджета никто не пришел и не сказал, что у нас слишком много денег. Мне кажется, ни в одной стране никто не пришел и не сказал, что у нас много денег. Так что все говорят, нам нужно больше. Нам нужно больше. Так полностью все министерства, все инстанции говорят, что нужно больше. Конечно, понятно, что нужно больше. И вопрос, какие цели мы хотим достичь с этими деньгами. Но почему мы, допустим, выполняем требования по увеличению финансирования обороны, 2% от ВВП, и мы охотно идем на эти требования и всегда повышаем эту сумму. В этом году издержки на оборону увеличатся на 60 миллионов евро. Но мы никогда не выполняем свои внутренние требования перед теми же чиновниками, служащими, педагогами, медиками, социальными работниками. То есть мы можем довести до крайней точки, пока те не выйдут на улицы, только, возможно, тогда мы выполним их требования. Это вопрос распределения приоритетов. Это не совсем так, потому что если насчет обороны говорить, то ясно то, что за безопасность нужно платить. И когда нет безопасности, тогда мы понимаем, что ее нет. Но, если мы говорим насчет образования, Латвия – одна из тех стран в Европе, которая уделяет большинству, ну, скажем, очень большие деньги от ВВП образования. 9% – это большие деньги. Это на четвертом месте в Европе. Это не шутки. Так что вопрос, как мы эти деньги… Да, но у нас также нет, знаете, высшего бесплатного образования, которое есть в Германии, например. У нас также учителя недовольны своими зарплатами, поэтому общее выделение на эту сферу еще не значит, что она проводится достойно и продуктивно, и люди получают необходимое образование, и педагоги получают необходимую зарплату. Я очень надеюсь, я очень надеюсь, что новый министр образования сможет, скажем, взглянуть на эту систему, и что же не в порядке в этой системе. Давайте мы, может быть, примем звонок, да, называйте, пожалуйста, наушники. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый Константин. Хочу дополнить и поддержать вас, ведущую, по поводу Минобороны. Мы тратим и на 60 миллионов в этом году еще больше, и закупаем вертолеты и всю эту лабуду списанную, при том, при всем, что в Латвии нет, ни инфраструктуры для ее размещения. Вспомним, да, историю про радары, вот только что, которая случилась. Радары куплены уже год назад, их до сих пор не знают, куда приткнуть. Ни специалистов, которые могут работать и обслуживать, то есть их обслуживают специалисты НАТО, приезжие командировочные, которые полученные деньги вывозят из страны. То есть нет ничего полезного в Минобороны. Но по поводу безопасности, я вам как кадровый офицер потомственный вашему гостю могу сказать, что ваши 13 тысяч замыцаргов и полторы тысячи натовских бойцов это капля в моле даже против одной псковской дивизии, не говоря уже о всей остальной структуре военной машины России, против которой вы собираетесь воевать. Это слезы. А решение очень простое. Как было до, по-моему, 2010 года, в структуру Минобороны был включен Олимпийский комитет в Латвии и купал в деньгах. Так вот, я вам предлагаю подумать над вопросом, если уж Трамп вас так взял за горло. Включите просто в Минобразование структуру Минобороны и Минздрав включите в структуру Минобороны и тратите свои 20,5% ВВП на натовские расходы, куда войдет и структура образования, и структура здравоохранения. И овцы целые, и волки целые. Вся проблема решена. Да, спасибо большое за ваше мнение. Есть вам что добавить? Не, ну, я думаю, что тут Константин очень много смотрит другие передачи других стран, и это очень явно. Ну, Константин слушает наши передачи. Вы можете его ответить. Ну, я тоже слушаю всякие передачи в жизни и так далее. Ну, во-первых, та информация насчет Министерства обороны, ну, скажем так, я, говоря о неправильной, если вы бы пригласили министра обороны или людей из его бюро, или людей из... Это надо, так что там вы увидите, что Минобороны, например, у них есть 12-летний план, как укрепить нашу армию, как укрепить нашу оборону, и то, что мы можем спокойно спать, люди Латвии. Это важно. Вы считаете, что приоритеты в данном случае распределены правильно? Я считаю, что да. Мы сейчас прервемся на новости рекламы, после чего обязательно продолжим. У нас сегодня в гостях депутат Сейма Мартинч Бондарс. Мы продолжаем. У нас в гостях, я напомню, депутат Сейма от Объединения для развития ЗА, также глава бюджетно-финансовой комиссии Мартинч Бондарс. Мы начали говорить о бюджете на этот год, и хотелось бы продолжить, узнать, вот, как, в принципе, изменился проект бюджета с момента его попадания в Сейм. 8 марта, вот, до сегодняшнего дня. Какие ключевые изменения в него вносились? В принципе, если смотреть бюджет, что такое бюджет страны, это видение правительства, как руководить страной в течение года. И Сейм должен смотреть, были использованы, исполнены те, скажем, пункты, которые правительство обещало парламенту, когда мы их утвердили. И это очень важно. И, конечно, один из вопросов насчет бюджета 2019 года был, ну, как будем делать? Будем тщательно смотреть, во-первых, все министерства и все инстанции, или принимаем бюджет, такой, который подготовлен в прошлом году, с прошлого правительства, немножко изменений и идем вперед. Потому что много людей... То есть, то, что стоял господин Кучинский. Да, потому что много людей в стране без бюджета страдает. Им просто или программы закрываются, или нет финансирования и так далее. И это очень серьезно. И потому было принято решение, что фактически идем с бюджетом, который подготовлен предыдущим правительством, и принимаем маленькие изменения, там, как я уже говорил, здравоохранению, дополнительные деньги, дополнительные деньги людям внутренних дел, дополнительные деньги судьям, дополнительные деньги. И еще программам, которые важны для Латвии, например, на счет отмывания, против отмывания денег и так далее. Ну, в итоге, ко второму и третьему чтению было подано и оппозиции, и депутатами, и министерствами, и другими отраслями более 200 предложений, если я не ошибаюсь. Меньше 150, но бюджет принимается в двух чтениях. Да, и большинство из них, конечно же, были не рассмотрены, большинство из них отказано. Вот мне хотелось бы узнать, как в этом плане распределялись ваши приоритеты, почему, допустим, деньги нашли на премии за раскрытие преступлений сотрудников КНАБа, да, а также перераспределение и финансирование из отдельных программ министерства, а выделить, допустим, 22 тысячи евро организации БЭЗ ВСЛВ, которая занимается поиском людей, этих денег не нашлось. То есть вы отказали, вы лично проголосовали против этого предложения. Почему? Ну, видите, насчет, во-первых, там два вопроса в одном, да. Почему нашли деньги для... Это, главное, не повышение зарплат, это же премии сотрудников КНАБа. На премии деньги нашли, а, допустим, 22 тысячи евро на БЭЗ ВСЛВ нет. Если мы смотрим сейчас информационное пространство Латвии, то мы понимаем, что коррупция – это большой вопрос. И, конечно, мы в Латвии все хотим, чтобы тут была зона, бескоррупционная зона. И важно, чтобы те люди, которые работают и исследуют коррупционные сделки, чтобы их как-то наградить. Это на награды тех людей, которые достают хороший результат. Но они разве не делают свою естественную работу? Их работа заключается в том, чтобы находить действительно сделки, заниматься процессами поиска по отмыванию денег. Это их работа. Конечно. А выделяя деньги на премии, вы подразумеваете то, что они изначально их получат. Хотя премия в конце года – это вопрос сомнительный. Если человек сделал хорошую работу, тогда он может ее получить. А вы уже сейчас как бы обещаете им эту премию. Это резервация денег, и это немножко по-другому. Это не означает, что, конечно, если люди не делают свою работу, конечно, какие премии? Никаких премий никто не получает за красивые глаза. Там же не отношение мужа с жены. Ну, если посмотреть на цифры премии к числу сотрудников отдельных министерств, то, мне кажется, там получают практически все сотрудники. Начиная от пресс-секретарей, я говорю именно про премии в конце года, до заканчивая министров. Ну, то есть, без исключения. Мне очень нравится смотреть не на какие-то отдельные дополнительные цифры, мне нравится смотреть, сколько человек получает в году. Каждый человек. Вот если есть сотрудник, вот сколько годовая зарплата? Ни там месячная ставка или ни там премиальные, сколько в году получил? И мне бы очень хотелось, чтобы кто-то показал те инстанции, которые получают, или госинституции, которые получают больше денег, чем в частных индустриях и так далее. Я сомневаюсь, что есть много таких институций в Латвии. Да, но к вопросу о 22 тысячах евро, ведь это какая-то некосмическая абсолютно сумма денег. В Латвии ежегодно пропадает более тысячи человек. Хорошо, сейчас вернемся к этому вопросу. Так что, негосударственные организации, как безвест с пункта ЛВ, ну, во-первых, должны принимать участие в конкурсах, которые для таких организаций специально делаются. Собедрием с интеграцией фондов, фонд интеграции общества, есть, которые получают деньги от правительства, или нет, от парламента, выделяется каждый бюджетный срок и в это тоже, чтобы принимать, чтобы фактически финансировались такие проекты. Это одно. Другое, да, комиссия парламента не та комиссия, которая распределяет деньги. Бюджетной комиссии денег не распределяется. Ну, вы же, допустим, одно предложение приняли, а другое отвергли. Например, какое? Ну, о тех же премиях. Это решение было принято не вашей комиссией? Это было принято, это фактически, как я уже говорил, бюджет страны, это видение правительства. Насчет премий, ну, скажем, каких-то сотрудников или расследователей, это вопрос, как видел правительство, и мы поддержали этот вопрос. То же самое касается других и других бюджетных позиций. То есть, иными словами, у таких вот негосударственных организаций есть возможность участвовать в государственных грантах и получить эти деньги? Да, и плюс к этому, вчера после этого заседания, я говорил с министром обороны, Артисом Пабриксом и Артис Пабрикс, там было в заседании сказано, что есть проблема с дроном, и Артис... Что значит проблема с дроном? Ну, что потеряли в последнем поиске, организация потеряла дрон, да. Ну, и Артис Пабрикс сказал, что он может помочь решить эту проблему. Сейчас я уже передал письмо безвест с пункции ЛВ на министерство финансов, и дальше министерство и безвест будут решать эту проблему. Да, он пообещал, как если возможно будет по законам и по регуляциям, помочь организации. Давайте еще переймем несколько звонков. Наденьте, пожалуйста, наушники. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. К ледянам, я думаю, что это все, что они как-то знают? Это с РР, которая, вот, максимум виновата, типа, РР не виновата после крушения, да. Настроен государственные заказы. То есть ничего там не остановилось. Последнее, что в знании ФГД, оказывается, земля же не Лоскевича принадлежит. Она купила ее за 300 тысяч, продали. Государство откупило у нее за 6 миллионов. Нормально? Это что, взятка была или как? А вы только бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. Спасибо. Есть вам что сказать по поводу того же КНАБа? Потому что, конечно, детально, если смотреть бюджет и бюджетные ситуации, то бюджет рассматривается на макроуровне. И там люди спрашивают очень конкретные вопросы. Мне трудно ответить вместо господина Якоба Страума. Ну, очень трудно ответить, потому что я не знаю, как там расследовалось одно или другое или третье дело. В государстве много дел. И я не могу даже знать по закону. Вы сказали о том, что бюджет рассматривается на таком макроуровне, на государственном уровне. А в результате вот те предложения, которые подавались даже теми же отраслями, министерствами, я даже не говорю об оппозиции, они рассматривались? Или как происходит обычно? Конечно, каждое предложение рассматривается. Даже оппозиции. Как там каждый может, скажем, донести свой, скажем, свой вопрос, свое видение в комиссии бюджета и финансов. То есть все предложения обсуждались? Полностью все. Полностью. Без исключения. Давайте еще мы звонок один примем. Да, наденьте наушники. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы меня слушаете? Добрый день. Да, добрый день, вы в эфире. Я только просто подключился. Кто у нас в студии представитель КНАБУ? Нет, нет, депутат СЕИМ, а также глава бюджетно-финансовой комиссии Мартин Бондарс. А, ну, тогда я, в принципе, ошибся адресом. Давайте еще один звонок примем, да, не снимайте наушники. Да, здравствуйте. У нас очередь, да. Добрый день, господин Бондарс. Ну, немножко смешно вас слушать. Вот, смотрите, 22 тысячи на Безос ЛВ нету. Значит, 7 миллионов на министерство просит... Ну, на министерство образования нету. Там надо взять флоту. А Юрконс, ну, вы, наверное, слышали об этом, ссылает на Евросоюз, говорит, что ежегодно у нас хищается... Я даже побоюсь называть цифру. 3-5 миллиардов. Понимаете? И вот бодание вот за эти копейки, вот за эти, значит, за эту ерунду, это, ну, настолько, значит, ну, несерьезное отвлечение внимания от миллиардов, которые уходят. Вот еще вам пример. Значит, был Кревенч. Значит, ну, глава госканцелярии, который сказал, надо сокращать за оклады и количество чиновников. Кревенч испарился моментально. Пришел Сисковский, который сказал, мне с 2-х 200, там, или сколько у него было, хотя бы до 5-500 увеличить. Вот больше всего миллиардов даже не 5-500, а хотя бы. То есть сколько у него сейчас, я думаю, 3-4 он уже сейчас имеет. Со всей вашей вот этой, ну, не побоюсь сказать слова, брашкой. Понимаете? Поэтому здесь 22 тысячи 7 миллионов. И вот стоит, значит, Шуплинская против Инги Ванаги. А миллиарды, значит, по-любому миллиарды, тут уже можно, значит, 3 или 5, можно взять по минимуму, но это миллиарды. Это, значит, как бы на Сисковский соцкомпании, ну, и вы там в том числе, и все эти, значит, ваши премии. 94% просила своим сотрудникам резницы отзывы позапрошлому году, 94% сотрудников. Там только, наверное, уборщицы не получили. И каждые премии, это премии только, больше миллиона. Да, я прошу прощения, можно капельку, да, покороче, может быть, к вопросу. Да, ну, так вот, все-таки, понимаете, ну, вам самому не кажется, что вот таким смешным быть вот с вашими этими доводами, такими беспомощными и бесполезными. Ну, это просто детский сад. Спасибо. Не, ну, вы видите, что у людей накопилось очень много, вам звонят, и, конечно... Нет, звонят как раз сейчас вам. Да, да, мне звонят на накопилось очень много, и, конечно, всех тех комплиментов, которые именно слушали сейчас, ну, я думаю, что комментировать бесполезно. Ну, здесь идет речь, слушающий, хотел сказать, о размерности средств, да, вот название сумм миллиарды, о которых известно, допустим, против миллионов и нескольких тысяч, да, на прямые нужды государства. Ну, человек говорил насчет миллиардов, которые вроде бы, ну, украдены, да. Мне такой информации нет. Хорошо. Вопрос у вас, и тогда привдувший звонитель говорит, что не надо, не надо премии тем людям, которые занимаются коррупцией, или, ну, скажем, исследуют коррупционные сделки. Ну, там есть какая-то, ну, нужно понять, хотим ли мы коррупционное, бескоррупционное пространство в Латвии, или это произойдет просто так. Но это так не произойдет, там люди работают, которые серьезно свое время, свое здоровье отдают стране, нам, обществу, и нам нужно сказать спасибо им. Вчера у вас состояло заседание комиссии, произошел курьез, да, мы вот в перерыве об этом поговорили, из колонок начали доноситься звуки с ваших коллег, у которых тоже было заседание в соседнем кабинете, да, то есть какая-то неполадка техническая произошла. Вы все рассмеялись и вы сказали о том, что, ну, наконец-то в нашей комиссии депутаты смеются, да, что нет улыбок никогда на лице. Есть, я пытаюсь вводить, скажем так, я пытаюсь делать так, чтобы наша работа, даже бюджетная комиссия была интересная, а если работа интересная, то глаза зеркают и улыбка иногда на лице. Ну, по поводу вот интересной работы в комиссии, на том же заседании вчера журналист латвейского радио Занны Мачо, она выложила фотографию с вашего заседания, и на ней запечатлен эксперт по вопросам демографии сейчас, господин Парадникс. И он на заседании запечатлен за компьютером, и в данный момент, на заседании он посещал, в тот момент он посещал сайты мужской одежды, где выбирал себе пиджаки. Вот, хотелось бы узнать, есть... Мой комментарий насчет этого, я скажу, господин Парадникс пришел на другой вопрос и ожидал в зале, пока его вопрос будет рассмотрен на распорядке дня в комиссии. Конечно, как комиссия, мы не контролируем интернет, мы не контролируем, что делают и думают люди в зале, главное, чтобы была тишина и уважалось то, что говорят другие люди. И за столом господина Парадникса не было. Вопрос вам как финансисту, как вы можете прокомментировать последствия налоговой реформы, когда после подачи годовой декларации у многих сотрудников, даже некоторых пенсионеров, появился долг по подоходному налогу? Насчет пенсионеров, я понимаю, что это была ошибка, и эта ошибка исправляется. Насчет тех тысяч людей, у которых появился, ну, скажем, из-за реформы, налоговой реформы, ну, да, одолжение государства. Мы как бюджетная комиссия, мы как парламент приняли закон, чтобы это задолжение можно было расплатиться до 1 декабря 2020 года. Это да, но вот саму реакцию общества, последствия налоговой реформы, вы считаете, что это необходимая была мера? Тем более, вы сейчас работаете в одной комиссии с бывшим министром финансов данной резницы Озулой. Наверняка вы, ну, не знаю, это обсуждаете, да? Я сам лично, я сам лично не согласен с той реформой, которая была проведена в Латвии. Я считаю, что нужно было бы делать по-другому. Ну, если уж так случилось, и предыдущий парламент, скажем, проголосовал, и сейчас в силе такое налоговое законодательство, какая есть, то наше задание сделать все, чтобы людям, которые пользуют эту систему, было, ну, наиболее удобно. Ну, а вы с ней это обсуждали? Она давала какие-то комментарии по поводу своей работы, проделанной? То, что у нас мнения расходятся, это ясно. Давайте мы еще звонок примем. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте. Добрый день. А кто вам не дает дело изменять эту реформу налоговую? И второй вопрос. Вы зачем пришли на радио? Что вы нам хотите сказать? Вот своим присутствием, вот вы пришли там сейчас целый час. Что вы нам хотите сказать? Первый вопрос по поводу изменения налоговой реформы. Если вы с ней не согласны, почему бы ее не изменить и сделать все удовольствием? Это то, что очень трудно всегда объяснять людям, то, что, ну, объяснить, это то, что, если принимаются большие вопросы, ну, налоговая реформа – это большой вопрос, то не надо дергать каждую минуту налоговое законодательство. Приняли закон, идем по той пути. Какое-то время идем, и тогда, ну, скажем, смотрим, когда эту налоговую систему будем опять менять. Потому что мир меняется. Все время мир меняется, и нам нужно быть конкурентоспособными в этом мире. Так что это вопрос, когда большое решение принимается, принимается всем сейме тогда или парламентом, тогда очень трудно так на следующий день сказать, знаете, сегодня, а передумай, будем делать по-иному. Так не бывает. Ну, и второй вопрос был, с чем вы к нам пришли на радио, чтобы вы хотели донести до слушателей? Вы нас пригласили, вы меня пригласили, я пришел говорить насчет бюджета 2019 года, или как принимается бюджет 2019 года, и, ну, фактически, да, ну, есть какие-то аспекты у радиослушателей, где они что-то новое узнают, где есть какие-то аспекты, где они узнают мое мнение, мое личное отношение, например, к реформе, налоговой реформе, которая была проведена в прошлом году. Так что, да, ну, это вопрос, это вопрос, кто, то, что люди хотят услышать. Не могу не затронуть тему, вот ваше имя сейчас упоминается в связи со скандалом компании «Баронс Кварталс», да, которые были предоставлены налоговые льготы на 80 тысяч евро благодаря Латвийскому баскетбольному союзу, где вы являетесь главой совета союза. Вы же знаете? Мое имя никак не связано с этим вопросом, этот вопрос между «Баронс Кварталс» и налоговой службой. Я не являюсь ни сотрудником «Баронс Кварталс», ни сотрудником налоговой... Но вы являетесь главой совета Латвийского баскетбольного союза, который получал деньги за то, что переспределял средства. Да, который целенаправленно получал деньги от компании, которая хотела направить, скажем, свои пожертвования для баскетбола. Но он получал деньги в этой сделке как посредник, который мог получить деньги и как... Ну как, для баскетбола, например, деньги даются или не даются, или как пожертвования даются через баскетбольные федерации. Иначе не бывает. И Латвия, и в других странах. Так что, если кто-то... Ну, можно указать конкретную сделку в пожертвовании и внести даже сумму перечислений. Конкретный договор составить, если вы являетесь жертвователем. Это уже известная сделка даже через налоговой службы. Вы сейчас хотите говорить насчет конкретной сделки? Эдгар Шнепс, Валдис Войнс, они бы с удовольствием рассказали вам насчет этой конкретной вопроса. Я говорил с Эдгаром Шнеппом, он мне говорил очень ясно. Вопрос решен. Вопрос решен. Если вопрос решен, то вопрос решен. Ну, конечно, можно этот вопрос держать в пространстве медиа и говорить, знаете, вот там что-то в 16-м году было. Там что-то в 16-м году было, да. Там были какие-то криминальные действия? Нет. Там были какие-то действия, где одна компания, скажем, судилась на цивилопроцессе с налоговой службой? Да, было. Ну, очень нормальная ситуация в правомом государстве. Продолжая, вопрос вам как финансисту. У нас в Латвии сокращается ежегодное число предприятий. И даже в этом году или в прошлом году был побит рекорд по прекращению зарегистрированной коммерческой действенности. То есть, в последние два года закрывается предприятие в два раза больше, чем открывается. И даже нынешний министр финансов сказал о том, что молодежь сейчас очень боится открывать свой бизнес. И предпринимательская жилка, она сейчас неактивна. Как с этим быть? Что с этим делать? Если могу в одном слове сказать, это плохо. Это плохо. У нас много что плохо. Нет, ну, знаете, мы живем в хорошее время. Если по сравнению с теми временами, которые были на территории Латвии или государства Латвии, мы живем в хорошее время. То, что мы хотим какие-то вопросы изменить, ясно. То, что мы хотим, чтобы больше людей занимались предпринимательством, тоже ясно. Что мы будем делать, это хороший вопрос. Почему не возникают темы о налоговых каникулах? Хотя бы, я ни разу не слышала и не читала, чтобы хотя бы у нас в информационном поле звучали такие предложения или дискуссии были. Вопрос из-за налогов, нет этой деятельности экономической или из-за других вопросов? Ну, это тоже, конечно. Это большие вопросы. Если налог съедает твой бизнес, допустим, съедает твой бизнес, когда ты еще не успел достичь определенного оборота и раскрутиться, но чтобы ты мог быть финансово обеспечиваемым и выплачивать те же налоги, почему не освободить юных предпринимателей, молодых, строить им такие каникулы? Ну, есть, скажем, было время, когда был микроузня Мумнодокус. Он до сих пор есть? Он до сих пор есть, он только вырос до 15%. Да, но это небольшой налог, по сути. Это, ну, по сути, очень-очень, скажем, маленький налог по общему размеру, если смотреть, какие налоги платит любой работонятель или так далее. Так что там жаловаться насчет микроналога или нехватки инструментов, я думаю, что сегодня грех бы был. Ну, поэтому на этом пора заканчивать. У нас сегодня в гостях был депутат Сейма от Объединения для развития ЗА, глава финансовой комиссии Мартынич Бондарс, провела передачу Алена Борисова, помогал мне звукорежиссер Евгений Копеин. Спасибо вам большое. Спасибо.